привет а народной музыки сегодня будем говорить точнее я буду говорить а вы уж не знаю будете слушать не будете слушать или смотреть и прочее прочее народная музыка лето 1967 года калифорния ну а точнее 66-68 лета любви мы растянем в своем видении этого замечательного периода музыка как музыкального так и периода жизни целого поколения если можно так выражаться пафосно а я и выражаюсь ничего страшного на самом деле не то чтобы о лете любви я хотел поговорить о народной музыке а чуть чуть вспомнить степана стилса классного гитариста певца автора множество песен знаменитого человека ну больше всего он известен неподготовленному слушателю по участии в группе кросс без тилс наш янг о которой отдельный будет разговор поскольку группа это супер группа группа номер один свое время в соединенных штатах америки да и во всем рок музыкальном мире возможно небольшой был период но след оставили такой эти четверо артистов что можно только позавидовать вот что я скажу стилс родился в 1945 году вдалась и потом оказался в нью-йорке не буду рассказывать предысторию потому что я плохо помню можно почитать о нем найти все факты как он переезжал из города в город то есть семьей то без семьи в конце концов оказался в нью-йорке и стал играть фолк-рок фолк-рок то есть музыку основанную на народных мелодиях народных песнях а что значит основанную на народных песнях это значит что энергия которую автор передает слушателю она черпается им непосредственно из земли и об этом как-то говорил в других своих выступлениях не побоюсь этого слова а когда автор черпает энергию из земли то неважно из какой точки земли он ее черпает из африки из америки из россии из франции из германии откуда угодно потому что земля то у нас одна собственно и эта энергия она распределена ровно по всей поверхности это я вам как у большой ученый говорил да да если ты черпаешь из земли эту энергию то она действует на музыку так что музыка становится понятно в любой точке мира потому что ну откуда она она вот отсюда из земли и пришла поэтому мы слушаем и африканскую музыку и американскую музыку и немецкую музыку и какую угодно музыку японскую китайскую и мы ее понимаем если композитор автор и исполнитель по-настоящему взяли ее из своей собственной земли если они сыграли что-то похожее на кого-то кто взял это из земли то это и будет выглядеть похоже это может быть безумно круто безумно здорово профессионально быстро чисто красиво но это будет копия это не будет оригинал и совершенно необязательно играть на балавайках частушки или жесткая кантри американская совершенно необязательно уходить в таких в такой вот буквализм просто если человеке есть это чувство он может играть хоть хэби метал хоть панк-рок все что угодно но все равно присутствие энергии настоящий корневой она дает определенный такой оттенок который ни с чем не спутаешь так вот ну стил сыграл фолк-рок в основном прямолинейный достаточно с разными вариациями в том что он был хорошим гитаристом и есть и естественный блюз и в джаз уходы все это было играл в двух группах он в нью-йорке название их я не помню они канули куда-то в лету уже ну в промежутке между работой в этих двух группах он встретил нила янга они друг другу понравились ужасно гитарист певец нил янг такой о нем тоже отдельно и много у него огромное количество пластинок и он совершенно замечательный артист а также автор исполнитель композитор певец понравились друг другу но янг куда-то исчез стилс узнал через некоторое время что янг отправился в калифорнию и стилс поехал в лос-анджелес где совершенно случайно по легенде на улице встретил нила янга такое чудесное событие не могло остаться безнаказанным и парни организовали группу которая называлась баффало спринфилд баффало спринфилд это марка асфальтоукладчика который ездил по дороге под окнами квартиры где репетировала группа дэви мартин барабанщик стив стилс естественно гитара ричи фьюри ритм гитары нил янг лидер гитара и вокал в том числе брюс палмер бас гитара сначала сначала это был квинтец потом стал квартетом потом опять квинтетом состав менялся в основном менялись бас-гитаристы там были какие-то проблемы все время у них но тем не менее группа стала играть в клубах лос-анджелеса где опять же по легенде ее услышал ахмед эртегун глава компании atlantic records пришел на концерт услышал группа но ему понравилось тут же был заключен контракт в жизни так не бывает никогда как это происходило на самом деле не знает никто наверное кроме стива стилса и нила янга а также остальных участников группы но легенда гласит что эртегун послушал ах бац контракт фигак и первая пластинка в шестьдесят шестом году выходит под названием buffalo springfield я могу сказать об этой группе следующее у них всего три пластинки вышло у buffalo springfield и если говорить о лете любви о музыке калифорнии в период с шестьдесят шестого по шестьдесят восьмой год то бафлан спрингфилд это наверное самое яркое выражение музыки того времени и того места как в драматургии единство времени и места потому что групп то было много но группа doors скажем она была слишком яростный и грубый группа джефферсон и плэйн была слишком путанной группа grateful dead была слишком нацелена на рейвы не бойтесь этого слова рейвы это такие были ночные вечеринки которые перетекали в день на них импровизировала группа grateful dead и все получали большое удовольствие как от музыки так и от различных препаратов которые употреблялись на этих самых party то есть рейвы потом рейвы стали с другой музыкой у нас в 90-е годы происходить ну и так далее там quicksilver messenger service слишком халтурная была группа по-хорошему она замечательная но она слишком раздолбайская а buffalo springfield чистое солнце чистый кайф прекрасные мелодии всем понятные всеми запоминаемые сразу же отличный вокал чистая игра и при этом никакой попсы такой настоящий урок хороший солнечный яркий блистающий и очень качественно с играми наверное самое вот это вот та самая печать которую можно ставить на это вот лето любви но первая пластинка была очень хороша смысле продаж смысле слушание ее в смысле поклонников однако она и сейчас хороша конечно же если вы любите группу beatles например и любите рок 60-х она пойдет на ура но все дело в том что она настолько похожа по музыке на beatles что иногда кажется как будто это песни beatles бисайды или какие-то песни записанные в и не взятые на альбомы но это конечно я утрирую потому что и манера игры другая и голоса другие и и все 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 другое но сами песни гармонии мелодии построение песен даже построение ну не даже а построение многоголосий построение бэк вокалов включение бэк вокалов в нужное место это просто в чистом виде beatles говорили что группа birds это вторые beatles ничего подобного вот вам второй beatles первый альбом buffalo спринкфилд это один в один просто при этом очень здорово все звучит очень хорошо послушали beatles получили удовольствие потом взяли buffalo спринкфилд послушали получили не меньшее удовольствие группы не похожи похожа манера похоже похож стиль похож подход к произведениям любителям beatles пойдет на ура я любитель beatles мне на ура проходит все хорошо единственная песня конечно которая здесь выделяется своеобразием это for what is worth первое произведение она жесткая и в нем чувствуется продолжение возможно и или невозможно если продолжать в том же духе на группа не стала продолжать в том же духе а записала вот такую пластинку buffalo springfield buffalo springfield again музыканты уже все переругались нил янг уже два раза уходил потом возвращался но на качестве альбома это не сказалось вот это подлинный шедевр вот это я могу сказать без сомнений buffalo springfield again 1967 год от начала до конца полный лом что называется в хорошем смысле смысле мистер соул первая вещь тревожная нагнетающаяся на нас надвигающаяся и нагнетающая какое-то странное ощущение мощное мощное произведение просто она я не знаю даже как сказать она с одной стороны мрачная с другой стороны она посвящена барышням из клуба виски google что-то тревожное происходило там с ними яростная дикая соло нила янга на гитаре прямо вот ну вот не сравнить с этой пластинкой совсем хотя явно группа тоже играет и child's claim to fame вот что-то пришло оттуда но в 10 раз пространнее в 10 раз жестче хотя и мягко но жестко полуакустическая такая балладная штука с чуть-чуть уклоном в кантри но какой-то рок появился вот во всем появился рок появилась жесткость every days третья песня эта вещь которую играла и пела группа ес не побоюсь этого слова потом уже взяв ее у баффла спринкфилд эта песня степана стилса группа ес на втором альбоме исполняет а пластинка time and word есовская там они поют эту песню expecting to fly четвертая вещь нил янг здесь развернулся в психоделическое совершенно полотно я думаю что пинг флойд слушали эту запись и много взяли от вот этой песни в частности expect into fly нила янга произведение с реверберации с оркестровкой с со стерео разложениями раскладками просто психоделия в законе что называется bluebird тяжелая гитарная странная и мрачная вещь которая заканчивается неожиданным кусочком с банджо в чистом фолке хэмк upside down на второй стороне немножко можно передохнуть от психоделия sad memory песня реки фьюри ричардом фьюри еще более сказать располагает к отдыху совсем такая балладная штучка зато good time boy потом врубается того же самого ричи фьюри но уже таким уроком больше похожим на blood sweet and tears очень хорошим рок-н-ролл вуман на удивление мягкое произведение очень красивая и broken arrow шестиминутная монументальная вещь него янга который начинается с наложения шума толпы фрагментом песни мистер соул и продолжается медленный тревожный опять-таки по янговски такой психоделической балладой broken arrow эту песню он множество раз исполнял потом на своих сольных концертах и даже называл пластинки этим самым названием broken arrow в общем вот этот альбом это просто знаковая вещь buffalo springfield again 67 год и последняя пластинка buffalo springfield вот это когда группа уже распалась last time around называется она это 68 год третий и последний альбом она очень хорошая но она странно спокойная не просто получить удовольствие релакс отдых прочистить голову у меня есть даже компакт-диск такой что вообще редкость для меня я в основном слушаю винил на компакт-диск я слушаю в машине вот эта штука для машины очень хорошо когда по трассе на большой скорости очень спокойная мелодичная кайфовая музыка buffalo springfield степен стилс нил янг и о том и о другом потом будем говорить отдельно точнее я буду говорить а вы слушать если вам будет это интересно сказав столько замечательных слов я пойду пить пока